Студенты моего родного финансового университета, когда-то финансового института, когда-то финансовой академии, всем вам большой привет и удачи! Пробуйте, учитесь, переделывайте, и вам будет за это удовольствие, награда и профессиональный рост. Сегодня в Финниверситете и филиалах совершенно особенный день, день Росбанка. Бизнес-игры, мастер-классы, Росбанк делится опытом и рассказывает о карьерных возможностях. И кульминацией сегодняшнего события, конечно, станет лекцией председателя правления нашей выпускницы Натальи Воеводиной. Всем привет! Это Дневник ФНТВ. Говоря о уважаемой Наталье Викторовне, я хочу сказать, что она выпускница нашего университета по специальности «Мировая экономика». У нее большой стаж работы в банковской сфере. Она большое внимание уделяет вопросам технологического совершенствования развития кредитной организации, благодаря чему Росбанк правомерно является одним из лидеров в этой сфере. Поэтому с большим удовольствием хочу предоставить сегодня ей слово, уважаемая Наталья Викторовна, просим вас на сцену. То, что Абитуриен тогда писал, все это бережно хранится 75 лет в личном деле. И вот мы вам тоже сделали копию из этого личного дела, чтобы вы могли посмотреть, окунуться в юность и вспомнить, как вы писали, например, сочинение по Льву Толстому. Когда я открыл это сочинение вчера, я могу сказать, что увидел уникальную ситуацию. Вам не просто была поставлена оценка 5 кем-то из преподавателей тех давних лет, но и эта преподаватель приписала отличное знание русского языка и литературы. То есть поставила фактически 5 с плюсом. Поэтому передаем вам эти материалы. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо большое, Станислав Евгеньевич. И это, наверное, за 28 лет первый раз, когда я пришла в свою Альма-матерь. И теперь вам расскажу, собственно говоря, выбрали мы предмет для лекции цифровые деньги и цифровые активы. И вы сегодня, кто дослушает до конца, узнаете, чего же боятся банкиры, нужно ли учиться дальше той профессии, которую вы выбрали, или уже начинать искать тизер не надо. Покупаем с рынка акции, на которые мы хотим выпустить цифровые акции. То есть сепарируем или сегрегируем этот актив. Потом мы определяемся со стандартом. Их там несколько. Тут я вас могу потерять, если начну рассказывать про стандарты. И, собственно, вот выпускаем эти самые ключи. Это такое программное действие. И вот у вас появляется, значит, какой-то ключик в вашем кошелечке, который открыт на той самой платформе. Можно в это поверить. А можно попросить сделать какое-то заверение. Лежит вот какое-то количество цифровых финансовых активов. С точки зрения пользователя, инвестора, это ничуть не отличается от классического приобретения ценных бумаг. Вот какое-то количество штук каких-то активов вам записали на кошелечек в обмен на деньги. Про Росбанк не могу не сказать. Это любимый мною банк, любимое место работы. И есть возможность присоединиться к команде Росбанка, найти свой путь, пройти его от новичка до эксперта, взять первый трек из того лабиринта, который вас ждет. Заполняйте, наводите на экран, заполняйте анкету. Приходите к нам. У нас очень динамично развивающийся банк. Нам интересно. Наши культурные ценности, инновации, вовлеченность, клиентоцентричность и предпринимательское мышление. Так что вы имеете возможность присоединиться к команде Росбанка и стать его частью. Я думаю, что как раз время вот этого после выпуска, 5 лет, это время, когда надо пробовать, можно ошибаться. А это не ошибаться, это значит приобретать опыт. Можно именно выбирать осознанно, ходить на собеседование, запрашивать обратную связь у своего работодателя, когда там прошел какой-то цикл. То есть у вас, как бы, сейчас у ребят достаточно хорошие возможности для того, чтобы эту осознанность даже вот в эти пробы пера внести. Не понравилось? Ну, говорят, что 21 повторение надо сделать. Надо что-то подобрать себе другое. Если не понравилось, года достаточно, чтобы понять, это тебе организация или роль подходит, или надо что-то поискать. Студенческий коллектив отличается от любого другого тем, что он искренен и в своем, да, в своей реакции. И немножко провокационен бывает. Ну, бывает и так. Поэтому действительно чувство большого уважения, благодарности и гордости вызвало то, что я услышал, с огромным удовольствием послушал. Это очень важно, то, что вы рассказали, вы систематизировали. По сути дела, многие познания, которые у нас в головах как-то крутились, но вот именно придать им строгий системный характер и показать через призму деятельности действительно серьезного, инновационного вашего банка уже первые применения этих цифровых финансовых активов. Это было очень важно услышать, что называется, с первых уст и сразу после внедрения. Поэтому огромное спасибо. Всегда вас рады видеть. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. С удовольствием приду еще. Спасибо.